Друзья мои, сейчас я хочу вам рассказать одну историю, даже не знаю, какую выбрать. Расскажу историю одной моей подписчицы, которая познакомилась в одноклассниках со своим молодым человеком. Лет ей, наверное, было по 35. Она, значит, была разведенная, жила, значит, одна с двумя детками и очень такая вот, никогда не мечтала об отношениях, не старалась найти ничего, у нее такая история, очень скромная девушка, мусульманочка из мусульманской страны, и вдруг у нее в одноклассниках произошла такая встреча и знакомство, и она после того, как увидела меня на канале и узнала о том, что я живу, проживаю в Турции за мусульманином, и написала мне в Инстаграме, и решила со мной познакомиться поближе, и прям просила моих советов. Мы ей помогли с мужем, не то, что я, а помогли с мужем, несколько дней помогали. В чем мы помогли? Она познакомилась с мужчиной на сайте одноклассников. Он был старше ее на 12 или 13 лет, но ее, в принципе, устраивали такие отношения, так как у нее бывший муж был, но у ее возраста и у них ничего не получилось. Она думала, что если она выйдет замуж за мужчину старших лет, то он будет очень серьезно относиться к ней, и у нее жизнь будет по-другому протекать. Но у этого мужчины была дочь, он был в разводе, как он говорил, и с ним жила дочь, ей было 12 или 13 лет. Где жила, вроде бы она изменила ему, и он забрал у нее дочь, и теперь они живут вместе. Он показывал своей, моей подписчице, квартиру, четырехкомнатную, все, видео там показывал, все. И она спросила, начала спрашивать меня о многих фактах, как можно проверить его, что он не женат, и как можно этот. Я вам сейчас расскажу. Раньше были такие удостоверения личности старые, на них было написано, женатый он или нет. Сейчас это проверить невозможно. Понимаете? Только можно проверить по фактам. То есть позвонить в любой момент своему мужчине, и пускай он отвечает на камеру. Вот тогда вы и проверите. А если он будет злиться, почему он будет злиться? Если он будет искать причину, что у него или родственники, или гости, или он не этот, не может включить камеру, не верьте. Такое не может быть. Это может быть один раз или два раза, но не повторяться постоянно. То есть контролируйте своих мужчин в любое время суд, так даже утром в шесть часов. Если он разозлится и скажет, почему позволение, а скажете, а мне плохо было. Мне плохо было. Я думала, я умираю, хотела тебя перед смертью увидеть. Не дай Бог. Попил, конечно. Ну вот ищите всякие причины, чтобы позвонить. Ну так вот. И то же самое, допустим, я верила, что там, ну, можно было догадаться, она вроде бы сказала, что он показал ей достоверение, всё, никаких проблем. Потом он начал рассказывать, что у него куча квартир. Две квартиры, вроде бы. В общем, там такая история, я уже не помню подробностей, но что-то, что-то вот я хотела проверить. И вот он говорил, что он сейчас пенсионер, хотя ему сорок с чем-то лет, да, но он пенсионер. И она говорит, по травму получил какой-то пенсионер, но он живёт на пенсию, нигде не работает, дома сидит и смотрит, воспитывает дочку. Во-первых, мне сразу это было сложно, и я сказала, что то, что у неё дочь 12 лет, и вот он знает, что у неё двое маленьких девочек, и он согласен на всё, 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 всё принимает, всё согласен. Меня остановило, как-то насторожило то, что её двое девочек и эта девочка будет очень сложно. Ей будет очень сложно. Я ещё раз повторяю, то, что всё равно она не заменит ему мать. Какие мы бы не были хорошие, всё равно мама одна есть у всех. И мама, это очень редко, когда дети любят больше вторую мачеху, чем свою родную мать. Согласитесь со мной, не так ли? И я поэтому сказала, моя дорогая, не торопись так, вот это вот очень минус и очень большой минус, который ты не сможешь просто так жить, как бы твоим девочек не было. Она тоже не владела турецким языком, мы девочки не владели турецким языком. Но ладно, другая ситуация. И вот она вот ему говорила, что я приеду с двумя девочками, у тебя одна пенсия, у тебя одна пенсия, мы сможем прожить. Но одна, видно, зажиточная девочка сейчас, женщина, сейчас живёт хорошо, не нуждается ни в чём. Ну, ей помогает семья, конечно. И она сидит дома, воспитывает только двух дочерей. И он сказал, да, нам хватит с тобой на пенсию. Потом она начала спрашивать мне, какая пенсия средняя, какая что. Вот он говорит, можно ли прожить на этом. Я сказала, что на среднюю пенсию там или на, можно прожить, но только двум людям. Но если ещё будет трое детей, ну, невозможно прожить на эту пенсию, ну, две тысячи лир, невозможно прожить. Детям всё надо. Ей тоже что-то захочется. Вот ей надо приехать со своим багажом и сидеть так, потому что не знаешь, когда что-то купят ей или купят в какой-то дешёвом магазине, она привыкла к прыгновым. Это будет сложно. Я всё это говорила, что так и так, столько минусов есть. Проверяй его дальше. Потом она какое-то время, ну, мы там тоже узнавали, что-то сможем по своим каким-то сайтам и правда ли у него квартира, там ещё что-то, но я не помню уже таких подробностей. Но я хочу сказать, что мы помогали с Сашкой, мам расследование проводили. И так были просто за неё головой, за неё так стояли и хотели помочь, чтобы она не ввязалась ни в какую страшную историю. Вот почему-то мой муж сразу по ней понял, что тут что-то не то. Потом следующая ситуация, она, естественно, но мы не 24 часа с ней были на связи. Мои хорошие, чем это закончилась история, я сказала, звони в любое время. Она говорит, что я звонила, там его не было, не отвечал. Хотя он всё время ей говорит, что я дома сижу, никуда не хожу. Потом случайно, потом случайно, друзья мои, слушайте, что будет потом. Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Вдруг на сайте одноклассников ей предложил дружбу ещё один молодой человек из того города, где проживает её мужчина, который предложил ей своё сердце и любовь. И она мне потом, значит, ещё, она мне написала, что я, когда сказала, приезжай ко мне на Новый год, познакомишься с моими родителями, всё, он сказал, нет, я сейчас не готов. А почему не готов? Ну, мне надо ехать с пустыми руками, и у меня пока сейчас таких средств нет. Хотя говорит, что у него несколько квартир, и он там аренду сдаёт. И, мол, потом уже, я вспомнила, и, мол, нам это всё хватит. Потом это он сказал ей. И вот она сказала, если у тебя, как это, нет возможности приехать? Ну, нет возможности, давай через 3-4 месяца. Ну, хорошо. И вдруг появляется этот незнакомец с одного же города. И она просто переписывается так. И она говорит, не пиши мне, потому что у меня есть жених. Она уже так серьёзно, так она полюбила его. Женщины, что нужно? Когда мужчина красиво говорит, не так ли? Они постоянно были на связи, ну, смс-ами переписывались, смс-ками. Она дома сидела, он тоже дома был, когда что. И говорит, и уже какая-то симпатия, да, влюблённость появляется у женщины, когда ты переписываешься с каким-то одним человеком. Это всегда так. Ты привыкаешь к нему, ты бежишь куда-то и уходишь, ты отчитываешься. Я пошла в магазин. Это уже какие-то такие отношения, как под гипнозом. И так вот, она сказала, не переписывай, не пиши мне, потому что у меня жених, мол, есть из того же города, где ты. А он сказал, а кто он? Он говорит, как ты можешь верить? Но он был, конечно, этот мужчина намного симпатичнее, чем тот. Она говорила, что мне не нужно, но у него проблемы с сердцем были. Я говорю, а зачем тебе больной мужчина? Она на всё была согласна, лишь бы уехать с той страны и стать счастливой. Ну, и он ей там пообещал золотые горы. Всё-таки её мечта была жить в Турции. И этот мужчина, незнакомый, говорит, что ты мне дай мне, я пока посмотрю, вдруг он тебе врет. И ещё то, что я ей советовала пока, как-то проверять его всё. И она дала его данные, и он говорит, ты знаешь, что не связывайся с ним ни в коем случае, потому что этот мужчина настоящий аферист, он нигде, он не сидит дома, он сидит постоянно, я его вижу, я даже пойду в выходные дни после работы и видео сниму, что он сидит в этом офисе где-то недвижимости. Он столько людей обманул, не связывайся с ним ради Бога, он аферист. И она мне звонит и говорит, что делать? Я говорю, знаешь, что моя хорошая, во-первых, другому мужчине, которому ты не нравишься, тоже нельзя верить. Давай время покажет всё своё. И вот так это всё и произошло. Она, конечно, нервничала, переживала, начала, когда его спрашивать, ему не нравились все эти вопросы, понимаете? Люди, когда женщина ничего не спрашивает, а когда женщина требует от него больше, то они излятся и становятся такими строптивыми и не хотят отвечать и сразу злятся и наезжают на женщин. Ты что, не веришь мне, ты не хочешь, ты там, там. И всё. У них в итоге отношения ужасные стали. Ужасные стали отношения, и они всё рассорились. Она, этот незнакомец второй, начал писать ещё что-то ей про него. Она очень сильно перенервничала, она открыла глаза, и она поверила и решила, вообще заблокировала себя, ушла. Я ей звонила, она говорит, Света, я сейчас депрессии, не хочу, я говорю, солнышко моё, не переживай, никогда не ищи никого, тебя сама судьба найдёт. И она так вроде бы да-да сказала, и всё. И исчезла опять. Проходит какое-то время, два или три месяца, она мне настойчиво пишет, пишет, пишет и пишет. Я думаю, да что такое? Она говорит, я выхожу замуж. А как так? Говорит, да, вот так вот, на том же сайте одноклассников, у меня больше другого сайта не было, вот такой настырный мужчина, так писал, так и этот, и что, и что. Он говорит, вообще живёт не в Турции, сам турок, но живёт другой, за границей, не буду говорить, ни имён не называть, ничего, ни стран, ни возраста, ни национальности, никого. Он живёт за границей, он уже, он разведённый, у него дети взрослые, они живут в Европе, а он сейчас живёт и работает за границей, вообще в другом городе, но с Турцией, конечно, связано у него. Очень интеллигентные, воспитанные родители, я уже познакомилась со всеми, по интернету, он мне со всеми познакомил, он немножко старше меня, ну, старше, но не настолько, сколько был первый, и он должен сейчас, и она уже написала, он уже приезжал, меня обручил. Я говорю, да ты что? Да, говорит, он приезжал ко мне, познакомился с моей семьёй, мы встречались тоже в присутствии семьи, потому что у них по мусульманским законам нельзя, мы встречались в присутствии семьи, мы никуда не выходили, мы общались с родственниками, и вот он меня обручил, он уезжает сейчас, какие-то делает документы, подготавливает, и приедет за ней, после этого я, кстати, с ней не общалась, но она настолько счастлива, и говорит, спасибо тебе большое, Света, что ты дала мне надежду, и что ты мне открыла глаза на того афериста, больного, афериста, жулика, и ещё, мы, говорит, он сейчас один, и его мама сделала мне подарки, в общем, он приехал с такими подарками для моих деток, он их полюбил, вот это я понимаю, вот это вот счастье, так что, мои хорошие, не спешите никогда, смотрите, чтобы мужчина за вами смотрел, чтобы мужчина на вас тратился, если мужчина в вас инвестирует деньги, то это настоящий ваш мужчина, который хочет на вас жениться, он должен вам покупать билет, все расходы на дорогу, здесь вы должны жить полностью на его обеспечении, не тратить свою копейку, нормальный мужчина никогда не даст потратить копейку, как мой Ашкэм, в начале наших отношений, и сейчас то же самое, сейчас, я просто хочу сделать красивый жест, и отблагодарить его, и его угостить, и он мне никогда не тратил, я сколько вот с ним была, у меня такая же сумма была в кошельке, я ни копейку не тратила, все, мой Ашкэм, только посмотрю туда, хочешь, да, хочу, хочешь, да, хочу, и вот так вот поступайте и вы, буду заканчивать на этом, эту историю, надеюсь, она вам понравится, пишите свое мнение, комментарии, и спасибо за ваше мнение, будем с вами и дальше общаться, если вам понравилось, я вам расскажу очень много интересных историй, но и также не все истории плохие, а также много с хорошим концом, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, с вами была Светлана Ата, пока-пока!